Пять месяцев ждут свою зарплату сотрудники щебеночного карьера техноиндустрии. Руководство ссылается на кризис. Как много предприятий в такой же ситуации, как добиться выплаты и могут ли помочь чем-то власти, выясняла Людмила Батюшкина. Сергей Семенченко специально приехал из Семипалатинска в Караганду, чтобы дать это интервью. В родном городе работу не нашел, поэтому вахтами ездил работать под Тимиртау на щебеночный карьер вместе с женой. Он дробильщиком, она кухработником. Оба последнюю зарплату получили в сентябре. В общей сложности денег ждут 60 сотрудников. С декабря все в отпуске без содержания. Ждите обещания. Никаких? Да, не сдвигов никаких. А пенсионные? Пенсионные отчисляют, а перечисления нет. Отчисляют? У вас? Да, у нас удерживают, а в том идешь смотреть, нет перечисления. Даже вот кредит сами знаете, чтобы взять, надо пенсионные перечислить. Они разговаривали как, ребята, подождите, вот, вот, сейчас, сейчас, нам должны заплатить, мы заплатим вам. Получается вот так вот. А сейчас? Ну, а сейчас просто с ними связи нету, на телефон не отвечают. Руководство предприятия отказалось от интервью, но пояснило, что от своих обязательств не отказывается. В строительной отрасли сейчас мало заказов, к тому же покупатели задерживают оплату, поэтому рабочих просят подождать. Те же уже написали коллективную жалобу в управлении инспекцией труда. Инспектор провел проверку, выдал директору предписание выплатить долги до 12 января, но и это предписание не выполнено. Инспекция подала на работодателя в суд. В соответствии со статьей 134 Трудового кодекса РК, действующего на момент совершения работодателем нарушения, работодатель обязан выплатить заработную плату работнику не позднее 10 числа следующего месяца. При просрочке работнику за каждый день, за просроченный день, начисляется пеня и ставки рефинансирования Национального банка Республики Казахстан. По стране за 2015 год потеряли работу 13,5 тысяч человек. Только в Карагандинской области 14 предприятий сократили 760 работников. Еще больше 2000 в отпусках без содержания или работают неполный день. Местные власти заключили с работодателями почти 3000 меморандумов о несокращении работников. Но эти документы не имеют силы закона и соблюдать их только дело совести руководителей предприятий. Ситуация мы абсолютно понимаем, что крайне тяжелая. Куда не кинь. Мало того, 16-й год будет такой же, пока не предвидится существенных изменений. Все это вокруг глобальной геополитики крутится, а там что происходит, сами видите. Пожар, вокруг который полыхает, он приближается к нашим границам тоже. Это вы видите. Сейчас работникам советуют держаться за место, потому что найти новое крайне сложно. Сильнее всего кризис ударил по промышленности, торговле, сфере транспорта и складирования.